МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Ремонт спортивных залов различного уровня как раз дает нам возможность того, чтобы дети могли заниматься различными видами спорта. Полицовет регионального отделения партии «Единая Россия». Каждый собственник обязан платить за капитальный ремонт того жилого помещения, собственником которого он является. И снова о проблемах ЖКХ и капитального ремонта. Обсуждаются темы различные. Не только вступление в народную дружину, но и в исключение из народной дружины. Народные дружинники Десногорска всегда на страже. Систематическая работа в семье поможет сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной безопасности и не допустить беды. О пожарной безопасности и что делать, если все-таки пожар? В минувшую пятницу в Десногорске состоялось расширенное заседание регионального политического совета партии «Единая Россия». Участники обсудили вопросы реализации проектов, проводимых на территории Смоленской области. В работе регионального полицовета участвовали секретарь Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов, депутат Государственной думы Ольга Окунева, главы администрации районов области, а также члены регионального политического совета «Единой России». Руководитель фракции в Смоленской областной думе Николай Дементьев в своем докладе рассказал о реализации проекта «Детский спорт». Он отметил, что в рамках проекта осуществляется ремонт спортивных залов, строятся площадки и проводятся всевозможные турниры. По степени спортивного зала все-таки Десногорск сегодня занимает все равно лидирующее место, как бы мы ни хотели, и мы радуемся этому. Но такому городу, как Десногорск, да, нужен самый лучший спортивный зал. Поэтому у вас спортивный зал будет строиться по индивидуальному проекту. Ремонт спортивных залов различного уровня как раз дает нам возможность того, чтобы дети могли заниматься различными видами спорта. Если обратили внимание сегодня в докладе, мы не только… Мы специально ставили на закуску баскетбол, потому что он наиболее популярен. Но сегодня мы занимались и дзюдо, вы слышали, и самбо, и тэквондо на сегодняшний день, и участвовали в сдаче норм ГТО. При поддержке партии «Единая Россия» впервые за 20 лет в Смоленске был проведен всероссийский турнир по дзюдо, который собрал более 300 спортсменов со всей страны. Также организованы соревнования по футболу, где участвовали около тысячи школьников города Смоленск. Турниры по спортивной гимнастике, тхэквондо, баскетболу и другим видам спорта. Президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин более подробно рассказал о проведении баскетбольного марафона «Три на три». Эти соревнования стали одними из самых массовых, которые когда-либо проводились на территории региона. Когда мы сейчас предоставляли статистику членам полицовета, приглашенным, главам муниципальных образований, то все-таки 1650 детей в летний период, которые приняли участие в соревнованиях, это действительно цифра впечатляющая, потому что мы не являемся футболом, у нас все-таки поменьше детей занимается, хотя, скажу так, по численности, по статистике, баскетбол в Смоленской области занимает третье место, тем не менее. И второе хочу сказать, без поддержки партии «Единая Россия», как бы это ни звучало пафосно, мы бы не сделали этого проекта по одной простой причине, потому что ежедневно, ежечасно, ежемесячно люди, работающие в региональном отделении, под личным контролем руководителя партии, это все контролировали. На полицовете были награждены благодарственными письмами и подарками главы тех районов, которые активно проявили себя в ходе организации баскетбольного турнира. Продолжилось заседание обсуждением вопроса о реализации проекта «Местный дом культуры». С докладом на данную тему выступила депутат Государственной думы Ольга Окунева. Она отметила, насколько важен этот проект для районов, так как «Местный дом культуры» – это место, которое является своеобразным центром духовно-нравственного воспитания. На сегодняшний день в Смоленской области в проект включены 44 объекта из 22 районов области. «Единая Россия» и дальше продолжит работу над социально важными проектами на Смоленщине. В этом году Смоленская областная общественная организация «Региональный центр защиты прав потребителей» выиграла президентский грант по реализации социально значимого проекта «Центр правовой защиты пенсионеров». В рамках этого проекта сотрудники центра проводят выездные встречи, круглые столы, семинары во всех муниципальных образованиях области по тем актуальным изменениям в законодательстве, которые больше всего беспокоят смолян. На прошлой неделе они посетили и наш город. Самыми востребованными вопросами для десногорцев явились, собственно, как и в других районах области, вопросы изменения законодательства в сфере ЖКХ и капитальный ремонт многоквартирных домов. Это тарифы, содержание общего имущества, работа управляющих компаний. Многие из них забывают, что текущий ремонт многоквартирных домов – это обязанность именно этих организаций. «В этих случаях хочу предложить собственникам многоквартирных домов, особенно в тех, где, к сожалению, существует проблема кровель, протечек кровель, все-таки обращаться в первую очередь в жилищную инспекцию Смоленской области с просьбой обследовать крышу и определить, насколько тот или иной ремонт подходит либо под текущий ремонт, либо под капитальный. До сегодняшнего дня, несмотря на решение правительства, самым актуальным вопросом остается оплата за капитальный ремонт. Его задают на каждом собрании. Я неоднократно отвечала на этот вопрос, отвечу и сейчас. Каждый собственник обязан платить за капитальный ремонт того жилого помещения, собственником которого он является. Да, существуют меры социальной защиты. Вы знаете, наверное, что в Смоленской области есть областной закон, который с прошлого года, насколько я помню, он регулирует вопросы о том, предоставляет меры социальной поддержки для пожилых людей и лиц свыше 80 лет. Все остальные должны платить. Это обязанность. Эта обязанность прописана в ЖК РФ, и все попытки ее избежать являются нарушением закона. Если у вас общий котловой счет, то платежи собирает фонд капитального ремонта, а он в любое время может обратиться в суд и взыскать долг. При спецсчете на вас также могут подать в суд. Только уже ваши же соседи. Федеральный закон о внесении изменений в ЖК РФ вступил в силу еще в декабре 2012 года. Но многие до сих пор пытаются его оспорить. Конституционный суд давно поставил жирную точку в этом вопросе. Платить надо. Каждый месяц, 28 числа, участники Добровольной народной дружины собираются у себя в штабе, чтобы обсудить насущные вопросы. В этот раз это были помощь на общественных началах, ремонт помещения штаба за собственный счет и просто бытовые вопросы. Основной вид деятельности ДНД – это охрана общественного порядка. Они патрулируют город с 8 утра до 11 вечера в две смены совместно с сотрудниками полиции. Многие занимаются дружинной работой уже много лет. Наверное, с 80-х лет, еще с саудебовских времен. Поэтому этот раз сразу были приглашены те, которые в архиве, в администрации сохранились и нам выписали. Там сразу вот сейчас поменяли. С тех времен, в общем, давно. Состав десногорских дружинников небольшой – всего 26 человек. Но все они как большая дружная семья. Поэтому посторонним здесь не место. На начало года в рядах состояли 50 человек, но решением штаба путем голосования 24 были исключены. Причины разные. Нарушение общественного порядка, невыход на дежурство. В целом, просто нежелание заниматься этой работой. Основной костяк сформирован, но они всегда рады принять новобранцев в свои ряды. Всех жителей города Десногорска, у кого есть желание осуществлять охрану общественного порядка, помогать сотрудникам полиции. Я приглашаю вступить в народную дружину. Пожалуйста, приходите. Штаб находится, 1-й микро район, 14-й дом, пристройка. Бывшее здание РЭВА. Вступить может каждый, придя в штаб добровольной народной дружины в любое удобное время. Из общего числа пожаров многие происходят по вине детей. Но только ли их в этом вина? Наши дети зачастую не имеют понятия, что нужно делать, если случилась беда. Они пугаются и начинают прятаться. Даже наличие открытой двери не всегда помогает в подобной ситуации. Ребенок просто не может сориентироваться. И мы сами виноваты в этом. Мы слишком мало уделяем внимания пожарной безопасности в разговорах с нашими детьми. А ведь это необходимо. Постарайтесь постоянно напоминать детям, что есть предметы, которыми может пользоваться только взрослый человек. А детские шалости и игры с ними могут привести к несчастному случаю. Зачастую спички и зажигалки хранятся в доступных для детей местах. Дети имеют доступ к газовым плитам, утюгам, телевизорам и так далее. Примеров такой беспечности, приводящих к трагическим последствиям, очень много. Систематическая работа в семье поможет сформировать у детей прочные знания о правилах пожарной безопасности и не допустить беды. С самого детства нам знакомы прописные истины. Нельзя играть с огнем и электроприборами. Необходимо наизусть знать свой адрес проживания и номер телефона пожарной охраны 01 с мобильного 101 или 112. И ни в коем случае не оставлять маленьких детей от них дома. А если все-таки пришлось, обеспечьте им безопасность. Спрячьте все опасные предметы.